Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. И сегодня мы с вами продолжаем играть в People Playground. Сегодня мы с вами продолжаем издеваться над нашими ненастоящими людишками, роботишками, горсишками, заниматься различными другими делишками, смотреть на моды и так далее, ребята. Вот, опять пишите в комментариях, Турбо живи, чтобы Турбо жил, чтобы Турбо уже выздоровел, блин, до конца. Я вроде уже себя получше чувствую, но мне кажется... Да, извините, ребят. В общем, сегодня у нас новые моды на новых людей, ребята. Людей всё больше и больше. Скоро людей, блин, в People будет больше, чем в мире, мне кажется, потому что уж мододелы прям стараются, делают новые моды. Допустим, у нас есть мод на Star Wars, на персонажей из Звёздных Войн. Так, вот они. Первый, это у нас идёт Дарт Мол. Ребят, если что, я Звёздных Войн не смотрел. Звёздные Войны. Звёздные Войны. Ну, короче, я не смотрел. Поэтому, если что-то не так называю, вы пишите сразу в комментариях меня. Поправляйте. Дарт Мол, это у нас Дарт Вейдер. Это у нас Люк Скайвокер 01. То есть Люк Скайвокер в таком костюме. Потом Люк Скайвокер в чёрном костюме. А дальше у нас Мейс Винду. Могу неправильно сказать, извиняюсь. Энакин Скайвокер. Вот такой вот. Дальше у нас Оби-Ван Кеноби. Ребята, я знаю, что вы напишите, что Турбо, ты что, дурак? Генерал Гривус. Ого, башка такая. В воздухе практически висит. Имперский Палпатин. Не знаю, что это значит. И Йода. А, блин, подождите, я забыл. А, нет, Дарт Вейдер. Всё, всех поставил. Вот они, красавчики, слева-направо. Ребята, и с помощью мода на световые мечи мы можем каждому дать по световому мечу. Так, Энакин. Кто из них Энакин, блин, подождите. У меня проблемы. Так, вот Энакин. Это вот, вот это Энакин. Даём ему меч свой. Так. Дальше у нас кто? Ах, Ахсока. По-моему, тут такого. Оби-Ван. Оби-Ван, это вроде бы вот он, да? Вроде бы он. Даём Оби-Вану свой меч. Так. Плокун. Подожди, Плокун у нас был кун какой-то? Нет, по-моему. Ну, ладно. Ладно, это тоже не важно. Рэй. Люк. Так, вот Люк, да? Вот это же у нас Люк. Я не знаю, какой из них. Он есть, блин, в чёрном костюме, есть в белом. Не шарю. Йода. Для Йоды тоже есть свой меч. Он такой маленький. Блин, вот Йода вообще прикольный. Ой, блин. Йода, прости, я тебе живот оторвал. Упс. Я этого не хотел. Ну, ладно. Так, Йоде даём его. Меч. Так, Вейдер. Так, Вейдер. Дарт Вейдер, да? У него тоже своя. Свой меч. Хоба. Палпатин, Старкиллер, Мол. А вот это у Мола, да? У Мола вот такой жёсткий, двойной какой-то, блин, нахрен меч. Всё, красиво. Всех есть мечи. Давайте теперь, знаете, что сделаем? Я на паузе их все вот так вот включу. Мне кажется, должно получиться интересно. Вот так вот, хоба. Так, давай, Йода, разберись с ними. Ну, примерно так. Ладно, хрен с ним, идём дальше. Короче, ребят. Идём дальше. Новые люди у нас также имеются. Различные, различные. Главное не перепутать. Вы понимаете, да? Чем их больше становится, тем больше у меня шанс, что я могу перепутать, каких я уже показывал, каких не показывал. Потому что это реально сложно. Так, этого доктора вроде бы я вам показывал. Так, здесь, здесь. Так. Здесь пока не вижу никого новенького. Андроид Горс. Вроде бы я вам тоже показывал. Доктор. Так, 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 так. Лаймбот. Лаймбота вы тоже все видели. Ниндзя. О, вот этого ниндзя не было. Это новый ниндзя. Новый ниндзя. Он вроде из нового мода. Морти, кстати, есть. Из Рика Морти. А Рик, кстати, есть. Интересно. Вопрос. Вопрос хороший. Также есть пациент. Но он какой-то с квадратной башкой. Я сегодня его уже посмотрел. Выглядит не очень. Выглядит, честно говоря, не очень. Но это новый мод. Там только два персонажа. По-моему, ниндзя и вот этот пациент. Короче, выглядит так себе. Так. SCP-106. Вот такой страшный. SCP-106. Супер лаймбот. Это из турбо-бтв-мода, ребят. Посмотрите, какой он крутой. Посмотрите, реально огромный лаймбот. Причем он прозрачный. Смотрите, он в некоторых местах прозрачный. Но он реально прикольный. Как мне кажется, он реально крутой. Так. Шторм-трупер. Такой вот красивый. Ну, по-моему, он тоже уже был. Так. Владимир Путин есть. И есть у нас Владимир Путин, который из мема. Который широкий. Широкий Путин. Нормально. Ну, нормально. Я лучше сразу отсюда это удалю. Чтобы что-нибудь плохого не случилось. В общем, вот такие вот у нас персонажи. Не так уж их, в принципе-то, и много. Но в целом... А, ребята. И самое главное. Самое главное, ребята. Тоже из турбо-бтв-мода. Вот такой вот огромный лайм-монстр. То есть, это некий... Некий... Как его зовут-то? Лимонелло. Некий вот этот вот пацан... Блин, тихо. Лимонелло. Проводил эксперименты над горсами. Проводил эксперименты над горсами. И лаймами. То есть, он кормил горсов. Вот таких вот горсов. Так, давайте мы сломаем голову. Вот таких вот горсов он кормил лаймами. Подождите, а где у нас лаймы все? Здесь? Блин, а где? Подождите, а где лаймы? А вот. Да. Вот он кормил, короче. Вот брал. Говорил, кушай, кушай. Вот он кушает. Вот он опять ему дает. Он опять кушает. И превратился с помощью этих непонятных лаймов. Это же не просто лаймовый, понимаете? Превратился вот в такого вот лаймового огромного монстра, дорогие друзья. Который может делать вот так вот. Блин, а жалко у него не острые вот эти когти. Интересно. Драголайс может сделать так, чтобы эти когти были острые? Это было бы прикольно. Ой-ой-ой. 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 Своего создателя напал на... Так, а если мы сделаем, кстати... Кавер. А если мы сделаем сид? Ой-ой-ой-ой. Жалко, жалко. Хороший был человек. Но, к сожалению, стал плохим. Так. По оружию у нас... Вот этот, кстати, топор. Скелетонский. Он, кстати, прикольный. Смотрите, что он делает. То есть, если мы вот так вот делаем... Он работает как съедание плоти, грубо говоря. И превращает человека в скелет. Круто. Круто. Урыл. Так. Идем дальше. Что у нас из оружия еще новенького здесь есть? Вроде как ничего, да. Кстати, вот этот вот зеленый меч, это, если что, у меня, для меня, для меня это официальное оружие зеленого демона. Смотрите, что делает это оружие. То есть, если у нас человек... Делаем вот так. Он электризует. А, кстати, смотрите, что будет, если, допустим... Да, так вот поставим уже. Если, допустим, мы стрельнем в эту штучку... То происходит прям жесткая жесть. Жесткая жесть. Все электризуются. Тут вообще что-то очень страшное. Давайте мы лучше это уберем. Над греха, как говорится, подальше. Так. Оружие ближнего боя. Дальнего боя. У нас есть, во-первых, вот такой. Ну, по-моему, он уже был. По-моему, я вам его уже показывал. Ребят, вот я реально, у меня уже проблемы в последнее время. Я забываю, что вам показывал, что нет. Так. Так, ну здесь, да, здесь нового ничего особо нет. Машинок новых здесь нет. Я мод на машины, на новые не поставил. Потому что, мне кажется, он перестал обновляться. Так, здесь это все гранатки. Это все было из гринбрик-мода. А здесь, 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 вроде бы тоже все. Да, ребят, здесь тоже все. Я предлагаю устроить небольшую битву турбобоя. Небольшую битву турбобоя против его заклятых врагов. То есть, вот у нас турбобой, знаменитый и шальной. Так, даем ему маску. Самое сложное, это надевать правильно маску турбобоя. Потому что глаз у него сверху, а глаз на маске снизу. Но это, как бы, в принципе, не мешает. Так как у него глаза шевелятся. Он может их вот так вот и вниз, в принципе, подсунуть. Поэтому это нормальная тема. Так, давайте надеваем маску на турбобоя. Как-нибудь. Вот так вот, я думаю, будет. Нормально, нормально. Так, надеваем ему его рюкзак, спецрюкзак, спецрюкзак турбобоя. Выключаем также коллизию. И присасываем к нему ее, как говорится. Так, ну-ка. Нормально. Нормально. Так, ну и даем ему кому-нибудь оружие. Пистолет. БТВ-пистоль. БТВ-пистоль. Вот так вот, дорогие друзья, это стандартная экипировка турбобоя. Вот так вот он выглядит. Герой трамбамбунди. Врагам не устоять. Против него, ребята, сегодня выступают. Зеленый демон. Кстати, ребят, оставлю ссылку на второй канал у себя в описании. Там вчера вышло видео, где зеленый демон также дерется и с турбобоем, и с хрен пойми кем. Даем ему его меч. Вот, так что можете подписаться на мой второй канал. Будет приятно. Так, блин, не в эту руку. Мне больше нравится. Вот иногда некоторые оружия как-то странно держатся. То есть они как-то странно. То есть вы понимаете. Смотрите. Вот у него меч вроде в этой руке, но как-то он за ту руку заходит сзади. Непонятно. Также Лимонелло. Где у нас Лимонелло? Тоже один из главных врагов турбобоя. Этот итальянский прошмандовщик, назовем его так, он будет стрелять из лаймовой пушки. Только странно плохо, что он стреляет, грубо говоря, практически обычными лаймами. То есть, в принципе, эта пушка вообще никакого вреда не наносит. Но это уже другая история. Итак, но если что, у Лимонелло есть куча своих приспешников, такие как Лаймбот и Супер Лаймбот. Посмотрите, вот так вот. Ну кто кого, давай. Эй, вы придурки. Вы зря пришли сюда, потому что я турбобой. Я защищу свою страну. Я защитник Трамбамбунди. Слышь. Пошел в задницу. Ну и короче, вот он. Нападает на него зеленый этот демон. Турбобой, естественно, стреляет. А вот это, кстати, плохо. Потому что, когда взрывается меч зеленого демона, он электризует все вокруг. Но на демона это особо не действует. Ну, конечно, это действует, но особо нет. Так, Лимонелло тут принимает. Блин, реально, у Лимонелло вот этот вот дурацкий... Ну как дурацкий? Не дурацкий, конечно. Лаймомет. Но только проблема в том, что эти лаймы ничего не делают. Ой, все, турбобой походу пипец, ребят. Этот робот его просто вот так вот, блин, через себя перебрасывает нахрен. Ой-ой-ой-ой-ой. Турбобой, турбобой. Да, недолго музычка, как говорится, играла, недолго турбобойчик танцевал. Быстро его победили, быстро его победили. И все, кстати, остались живы, в принципе, из злодеев. А турбобоя поймали, связали и увезли на свою базу эти злодеи. Ладно, дорогие друзья, мы будем с вами прощаться на этой ноте. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свои большие пальцы вверх. Пишите свои комментарии. Эта новая серия по People Playground не заставит себя долго ждать.